Приезжайте в Щелково. Глава хороший, все на контроле. Было не страшно, но было очень тяжело. На середину РТШ на лодке вывез и бросил воду. Заходишь к ним на страницу и видишь, это обычный человек. А негатив есть? Сплошной. Вы слышите, управляющие компании? Я все же думал, сейчас забудет сказать про усадьбу Гребнева. Да, сложно, но очень интересно работать в Щелково. Современный руководитель сейчас должен именно сам. Очень уважаю и поддерживаю нашего губернатора. Мы знаем, какие перемены нужны людям. У нас есть четкое понимание в Щелково, как эти перемены совершать. Добрый день. На вы, на ты, как удобнее? Привет, Андрей. Да, вы на ты. Мы давно знакомы. Хорошо. Мы находимся в усадьбе Гребнева. В потрясающем историческом месте. Это моя любовь, мой крест. Кстати, в сентябре мы уже начинаем реставрацию в первой очереди. То, чего я ждал очень долго. Видишь, какая красота. Просто красота. Шикарно просто. Ты появился у нас не случайно. С должности главы округа Котельники, небольшого, тебя перевели в большой округ Щелково. У нас в Щелково люди непростые. Я сам помню, только я купил усадьбу Гребнева. И сразу огромное количество негатива. Я все застрою небоскребами. В усадьбу я никого пускать не буду. В общем, ужас ужасов. Как встретили тебя? Меня здесь встретили тоже с большими вопросами. В первую очередь потому, что так же, как и ты, когда сюда пришел, Андрей, не знали с какой целью, зачем, почему. Соответственно, тем более Котельники, город, он небольшой на самом деле, где работал до Щелково. И там мы настолько отладили работу, что все уже как часы двигалось. То есть с большой точностью и на хороший результат. Но сама территория и проблемы, с которыми я там сталкивался, проблемы не значительные, а территория небольшая. Но в Щелково все наоборот. И здесь, соответственно, нужно столько пахать, чтобы привести это к тому, о чем я мечтаю. Это такой развивающийся, хороший, благоустроенный, красивый город, что нужно в режиме нон-стоп, 24 на 7, реально пахать. А когда сюда пришел, одни вопросы. Откуда, зачем, молодой, не молодой. Почему он, и сколько их было, и этот не справится. Ну, соответственно, вызовов достаточно. Ну, как бы на все вопросы я пытаюсь отвечать. И в первую очередь работаю делом на территории. И показываю, что я пришел сюда делать большое дело для города, для жителей. И надеюсь, это получается. Хотя, ну, я в первые несколько недель в соцсетях у себя получал такие реакции неоднозначные. Да, ну, что приперся? Вот, что лучше других знаешь, что и как надо сделать. Если у таких там мастодонтов не получалось, как у тебя получится? И то, что я увидел в городе с точки зрения запущенности некоторых процессов, да, и ситуаций, которые надо разгребать, было. И в самое пиковое время ограничений пандемии, ну, конечно, дорогого стоит то, что мы справились. Я справился, и делаем результат. Я обратил внимание, что ты пришел не один. С тобой пришла мощная, большая, серьезная команда. Я считаю, что в наше время один в поле точно не воин. Расскажи немножко о своей команде. Щелково, да, это для меня уже за полтора года любимый родной город стал, и действительно к нему очень прикипел. Я с собой привел людей, которым доверяю. Ну, ты согласись, чтобы делать результат, нужно в первую очередь людям доверять. Да, то есть я против клановых историй, я против родственных, да, родственников устраивать, лишь бы использовать свое положение, чтобы кого-то там пристроить, которые не умеют работать, а будут только числиться. Но людей, которым доверяешь, которые умеют пахать и делать результат, приводить и ставить на определенные должности, это правильно. И я с собой привел значительное количество людей. Некоторые из них живут здесь, в Щелково, и там, в Лосино-Петровском, во Фрязино, рядом. Некоторые живут в Балашихе, некоторые в Москве, некоторые в Котельниках. Но основа всей команды и всех, кто трудится рядом со мной, это трудяги и местные, на самом деле, жители, которые в прошлое время или не имели возможности раскрыться, или им не давали этого делать по определенным причинам. То есть сейчас трудится коллектив единомышленников, на мой взгляд, который подбирался по принципу профессионализма и доверия друг к другу. Потому что подставить у нас в чиновничной жизни очень легко. И потом это сложно исправить, и никто второго шанса не дает. Люди не дремлют, и подставляться не хочется. Поэтому доверие между коллегами очень важно. И что люди, которые раньше работали, были незамечены в городе, сейчас мы их приподняли, они делают результаты в Центре управления регионом, работают в соцсетях, в информационной работе, на территориях. Мы создали территориальные подразделения, и там, естественно, все местные ребята и девушки работают. Ну, а также замы, которые давали результат на своих должностях на предыдущих местах работы. И сейчас я вижу, как мы вместе меняем Щелково к лучшему. Кстати, прошло какое-то время, когда местные жители увидели, что всех пускают сюда. Более того, вот эта вот помойка, она уже стала красивым парком. Про Гребнево говоришь? Да, стала красивым парком. И вот я иду, и мне можно сфоткаться. Спасибо вам, Андрей. Отношение местных жителей к тебе поменялось уже? Я, во-первых, на это очень надеюсь. Я лично вижу, что ко мне многие, естественно, не все, но многие жители, вот так же, как и ты говоришь, здесь, и подходят и фотографироваться, и пообщаться. В целом, мне кажется, жители обычные ко мне гораздо лучше относятся, чем многие мои подчиненные и сотрудники. Потому что вся работа нацелена на помощь людям и жителям. И решение вопросов, которые много лет не решались по разным причинам, и которые нужно решать вообще на перспективу. А я очень такой жесткий руководитель, строгий. Соответственно, всем, кто меня окружает, в том числе и замы, и вся команда, и самобычные рядовые сотрудники администрации часто получают порцию, так сказать, люлей за разные вещи. Мне кажется, они даже меньше меня, так скажем, любят, чем просто жители. Расскажи о своей семье. Вот я с твоей мамой уже познакомился, у тебя потрясающая мама. Кстати, похоже на мою. Вот моя мама тоже такие красивые шляпки любила. Мама занимается организацией концертов. Кстати, мне было очень приятно узнать, потому что, ну, я сам пишу песни, пою, что в прошлом ты тоже, коллега, имеешь отношение к организации концертов и так далее. Расскажи немножко о семье и о том, чем ты занимался до того, как стал чиновником. Мама у меня, на самом деле, она не то, что организация концертов была, она вообще творческий человек, режиссер, много различных массовых постановок делала, в том числе и на Красной площади, когда миллениум был, переход тысячелетий. Была художественным руководителем в саде «Эрмитаж» еще в советские времена. Такая творческая семья, я в этом плане, по линии мамы она творческая, по линии папы военная вся полностью. У меня тоже папа военная. Поэтому, ну, она много не о чему научила и сейчас учит, соответственно, всегда готова организовать и помочь организовать любую постановку и праздник в Щелково, но я ее сюда не приглашаю по разным причинам, мы, наверное, об этом все не поговорим, чтобы меньше разговоров было, опять же, про семейные кланы и разное с этим связано. Хотя она очень крутые постановки делает массовые, на День города, на 9 мая, ну, у нее в этом колоссальный опыт. А про семью я, у меня трое детей, многие знают, соответственно, все мальчики, все спартаковцы, ну, все хорошо. Кстати, раз о детях заговорили, как воспитываешь? Ведь это проблема. Я знаю много успешных людей, предпринимателей, министров, у которых с детьми есть проблемы. Вот как воспитываешь? Я понимаю, что ты с утра до ночи на работе, да, времени на детей особо и не хватает. Как воспитываешь? У меня старшему 19, среднему 17, на них у меня много было времени, достаточно, по крайней мере, я полностью закладывал весь фундамент их, так сказать, характера и уже совершенно не переживая. Один в институте учится, другой в 11 классе, ну, такие стержневые пацаны и очень, ну, как бы, порядочные, соответственно, ненасколько не избалованные. Младшие дети, но мне кажется, они в любых семьях, учитывая, что как раз ему я меньше всего времени уделял, и мог только там побаловать, куда-то с ним сходить, свободную минутку, ну, я немного переживал и переживаю. Сейчас я его в кадетский корпус отдал, там, военные умеют четко из парня или ребенка сделать мужика, надеюсь, это поможет, но в 7 классе, посмотрим, даст ли это свои плоды. – Я помню, как отец рассказывал, дед его учил плавать, на середину РТШ на лодке вывез и бросил воду. У тебя практически то же самое получилось. Ты пришел в самый разгар эпидемии коронавируса, когда еще никто не знал, что делать, как делать. Было страшно. Как справлялся? – Было не страшно, но было очень тяжело, потому что там много проблем, которые надо было решать. И в первую очередь это все было брошено на помощь медикам и обеспечением и поиском всех необходимых средств. Тогда это средства защиты, санитайзеры, маски и все, что было необходимо как для врачей, так и для обеспечения административных всех служб, которые должны были работать даже в рамках ограничений. Ну, слава богу, мы с этим справились. Не хочу непростые времена вспоминать, но задача все ресурсы бросить на помощь медикам, она была выполнена. И вот сейчас, ну, как бы важно, много разговоров идут в соцсетях, особенно таких непонятного характера происхождения по поводу вакцины, антипрививочники так называемые. Я вот привился и, соответственно, считаю, что нам сейчас всем надо максимально уделить внимание вакцинации, защищать себя, близких. И это не просто как слова, да, на телеке говорят. Андрей, ты же привился? Я привился. Да, и я тоже. Это не просто пропаганда, но я считаю это важно. То есть, я помню, ты один из первых привился. Ну, я в феврале привился, не, не один из первых, когда мы начали уже массовую вакцинацию, и вакцин было в достаточном количестве, или в конце января, спутником я привился. Достаточно так, к вечеру у меня немножко температура поднялась, но так ночь не очень хорошая была. Но в целом, ну, все хорошо. А сейчас как? Я делал неделю назад, сдавал кровь, проверял уровень антител, он на высоком уровне. То есть, я пока буду наблюдать насчет того, что уже скоро, на самом деле, надо будет ревакцинироваться, с учетом этого индийских штаммов и всех этих штаммов, которые предполагают, что нужно большой уровень антител для защиты. Кстати, мы же создали недавно совет директоров Щелковского округа. И я обратил внимание, я-то в Щелковом человек относительно новый. С 2008 года, по-моему, они не собирались. И позже, до 11 вечера, вот люди как будто вот такое, какая-то вот потребность в общении, в обмене опытом. До 11 вечера сидели и обсуждали общие темы. Это, мне кажется, хорошая идея была создать совет директоров нашего округа. И вообще, задача стоит сделать Щелково столицей предпринимательства России. С твоей помощью, я думаю, получится это. Ну, общероссийское движение предпринимателей, я прямо на это ориентирую. Я просто говорю, ну вот вы хорошо. Кто-то хочет переехать из Сибири. Да, он может приехать в Рязань, во Владимир. Я говорю, приезжайте в Щелково. Правильно, правильно. Ты молодец. Пава хороший, все на контроле, поможет, расскажет. Это очень важно. Вот насчет того, что тогда мы собирались, и после этого еще ни одной встречи проводили. У меня формат работы такая, как бы, чуткая власть называется. И я очень много выездов делаю, выездную администрацию на территории, во дворы, встречаюсь. Но общаться-то надо со всеми, и с жителями, в первую очередь, и с предпринимателями. Они или такие же жители, или создают рабочие места для наших же жителей в Щелково. Если у них был запрос на обычные вещи, на общение, обсудить ту или иную проблему, у которых много, и федерального уровня, региональные, какие-то вопросы. Обменяться мнениями, а ты где это делаешь, а ты так. И даже мы узнали вопрос, который я, даже на местном уровне, элементарно мог помочь многим. И это общение, оно дорогого стоит, и это надо продолжать. Та коммуникация, которая повышает как раз доверие и к власти, и ко всем институтам общественным, в том числе и к твоему движению. Это важно, и поэтому Совет Директоров, я же тебя попросил его сопровождать. Ты личность такая известная, медийная, и в стране, и на территории области. Ну, я вообще в целом благодарен тебе за, не даже сегодняшнее интервью, а за всестороннюю помощь для моей команды, для города. Ну, просто она чувствуется по многим направлениям. Я Щелковец. Это я, я тебя долго. Пока ты искал, где прописаться, я быстро это решил. Ну, и если уж так продолжать, то ты теперь, если как брать физическое лицо, самый большой и крупный налогоплательщик, да, в Щелково точно, может быть и в Подмосковье. Но осталось только другие предприятия к нам, да, перевести, зарегистрировать тебе и заниматься усадьбой, как мы говорили, со всеми вытекающими из этого, ну, в хорошем смысле последствиями. То есть, ты говорил, что это будет, как минимум, в Восточной Европе, да, место притяжения, номер один. Ну, давай, как бы, сосредоточимся, чтобы, как минимум, в России и в Подмосковье точно через три года это было место номер один. Детские парки, вот на этом большом острове, парк северных оленей, хаски. Детские парки, возможно, у нас будет открыт филиал замка Пьюдифу из Франции, очень, владельцы очень хотят здесь разместить, это реконструкция исторических событий. По-моему, почти 15 мостов свяжет. Мы начнем развивать уже и ту часть территории, территория огромная, больше 200 гектаров. Но это уже не усадьба, это то, что ты рядом покупал активы, и, соответственно, для того, чтобы здесь не как-то коробки строить, а действительно центр притяжения сделает. Да, здесь одна зона развлечения, здесь детская, здесь историческая часть самой усадьбы. Ну, круто будет. Будем жителям рассказывать, показывать все это. Самый большой музей доспехов в России, точно, он уже, коллекция лежит на складе. Музей живописи, старинных карет, старинных автомобилей. И в течение вот этот весь комплекс дворцовый, я думаю, что лет за пять мы полностью отреставрируем. Уже, я говорил, в сентябре начинаем. Ну, что мы все о работе, да, о работе, о какой ты в личной жизни. Вот, например, я понимаю, что загрузка колоссальная, просто случайно появилось несколько часов свободного времени. Как ты их проведешь? Я пойду и попробую попасть на футбол, на Спартак. За пандемией я ни разу не был, а так я пол Европы объехал вместе с Спартаком, болея за него. Ну, соответственно, и желательно, чтобы я сходил на футбол с детьми, ну, как бы в свободное время, со своими всеми, которые тоже ярые болельщики. Вот, но еще я люблю, естественно, музыку послушать разную. О, а какую музыку слушать? Разную. Кроме Кузьмина, конечно. Нет, 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 разную совершенно, я и джаз люблю, ну, и все, поп-музыку, вот, из-за наших мне нравятся последние, ну, последние годы, очень крутая Зиверт, ну, просто, реально, и музыка качественная, и вокал, и образ, ну, там, так сказать, Джонни, мне нравится Джонни. Это из-за, ну, только молодежь его знает, мне кажется, ты, наверное, не особо, вот, и я бы не знал, если бы не послушал, но, как бы, такое у него есть, вот, разных, разных слушаю совершенно разных, мод, бандерас, ну, разных, разных. Ну, я, конечно, друзья, ждал, что Андрей скажет, мой любимый исполнитель, это Андрей Ковалев, я слушаю только его песни. Нет, ну, это не обсуждается, это не обсуждается, ну, как бы, это будет политика, дружище. Мы с тобой Зиверт слушаем, да, Зиверт слушает тебя, это точно. На что тебе никогда не бывает жалко денег? На билеты на Спартак, сказал же тебе. Еще малину я покупаю, и денег на нее не жалко, малину, ягоды, очень полезная вещь, вот, чеснок и малина, ее надо очень много есть, малина. Ну, вот у нас яблочки наши. И тем более сейчас надо иммунитет настолько укреплять, с моей нервной работой это точно. Я с удивлением узнал, что по образованию ты историк. По первому образованию? По первому образованию. Я тоже очень люблю историю, особенно, когда появилась усадьба Гребнева, ну, тут просто фантастика. Вот мне задали вопрос, вот сегодня уже, я говорю, вот мы поставили памятник Ивана Грозному. Я говорю, а почему? Я говорю, а потому что владелец, один из владелец усадьбы, боярин Богдан Бельский, такой видный опричник, задушил Ивана Грозного, играя с ним в шахматы. Исторический факт. Какие у тебя любимые периоды истории? Их много, на самом деле. Вообще, я специализировался на отечественной истории в целом. Я весь советский период люблю, начиная... Не то, что люблю. Не факт, что я его люблю, но я его очень сильно и плотно изучал. И 20-е, 30-е годы, коллективизация. Все, что происходило при Сталине. А любимые времена у меня как раз связаны с династией Сарамановыми. Золотые времена. Не обязательно они золотые для, конечно же, для обычного крестьянина. Но с точки зрения страны, государственности, это периоды были очень крутые. Я родился 21 апреля, это день рождения Екатерины Великой, поэтому это период для меня самый любимый. И из императоров не буду новатором, это президент говорил, но есть к тому основание. Это период правления Александра Третьего. Без войн. С точки зрения не то, что без войн, она могла бы в любой момент состояться, а как раз то, что без войн, иметь такой колоссальный авторитет на международной арене и внутри. Перед обычными людьми император это был тогда просто. Молились на него. В прямом смысле не только пели известные «Боже царя храни», а просто молились. И то, что в 2013 году, к началу 2014, реально такой стремительный рост государства был, пятая экономика мира, а по многим показателям номер один, все предшествующие реформы, и Столыпина, и до этого Вита, и золотой рубль, и акциза на алкоголь, и, значит, крестьянская реформа, и что потом произошло, ну, это самый страшный период после даты и года развала Советского Союза для меня, вот это, для страны. Ну, естественно, мы за скобки выводим Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну. В работе главы много есть приятных моментов, конечно, уважение, масштаб работы. А негатив есть? Сплошной. Сплошной негатив. То, что все уже и привыкли к этому, и в целом, да, это такой тренд сейчас везде. Все хорошее, а самое главное, все плохое, даже не связанное с моей деятельностью, все ложится всегда на чиновника. Ну, и на местном уровне, кто ближе всех к жителям, к людям, это глава. Да, поэтому любого характера вопроса, даже внутренней жизни, они в итоге выливаются все с негативом на, ну, в данном случае, если мы здесь сидим с тобой, значит, на меня, да, если в щелкало. И, конечно, особенно в соцсетях или там на разных там площадках информационных, неформальных, такое можешь увидеть и услышать, и про себя в том числе. А я соцсети веду, ну, стараюсь вести самостоятельно. И уж в переписках я всех в директе после 11 часто с жителями, соответственно, списываюсь, переписываюсь. Ну, в течение дня тоже, но, как бы, для себя проверяю всех, что пришло в течение, ну, к вечеру больше. Ответы могу в течение дня давать там, ну, только не ночь. И вижу всех реальных людей, да, у которых проблемы. Ну, они, ну, заходишь к ним на страницу и видишь, ну, обычный человек, да, как и все, как и я, как и любой другой. Конечно, ты не обычный человек, потому что ты очень известный и действительно одаренный человек, а я обычный, и люди обычные. И скромный. И самое главное, ну, скромный не знаю, ну, может быть. Заходишь на страницу и видишь, что это просто, ну, жительница, учительница или из какого-то дома с какой-то проблемой тут отключили. Даже какой-то негатив выливается, ну, я понимаю. А иногда, ну, особенно в комментариях, ты видишь, ну, просто такие явные фейки. Я даже понимаю, для чего и кто их создает на нашем уровне. Это не федеральная повестка. И вот настолько низко опускаются, такое могут писать, ну, что прямо противно. Но, знаешь, еще хорошо, или вернее радует, вот полтора года и ничего не нашли в нашей деятельности, ну, в моей, и биографии, и ничего, вот откровенного, открытого, ну, что можно вот покритиковать. То есть во всей, как бы, вот этой нечисти, которую я вижу иногда в фейковых историях в соцсетях, там выдумки. А выдумки когда делают? Ну, такого, знаешь, вот... Когда сказать-то нечего. Когда сказать нечего, да. А вот это, а вот то, вот выпил, вот еще что-то сделал. Ну, чего нету, ну, надо уже придумывать. Вот когда не можешь очернить, надо придумывать. Ну, оно все равно же, в соцсети такая вещь разлетается, там кто-то кому-то переслал. А вот смотри, а он оказывается там... Почему? Ну, потому что я пришел, мы работаем. Мы конкретно делаем дела. Что-то не получается, на что-то не хватает времени, да, но обязательно в следующем году или в другие годы это сделаем. А когда у людей получается делать результат, решать проблемы, да, наводить порядок, ну, эти люди невыгодны, потому что, ну, а что, за что критиковать? А что, да, то есть мало кому из... Кроме обычных жителей, обычных людей и моей команды это выгодно. Поэтому я понимаю, зачем это делается. По-другому не утопить, не затопить, не снизить рейтинги и уровень доверия. А сейчас некоторым это очень важно. Да и не сейчас, и потом будет важно. Среди фейков есть такое, что у тебя в кабинете на четвертом этаже баня, сауны, бильярдные, покерные там, чего только нету. Вот казино только не хватает. А что на самом деле? Вот, видишь, ты только в усадьбу приезжаешь, а ко мне ни разу не заехал. Я тебе покажу. Ну, все, что ты перечислил, естественно, наверное, есть у меня в кабинете. Ну, ты сам в это веришь? Нет, конечно. Я, наверное, приду сам. Да, есть кабинет, есть приемная, есть, где секретариат находится. Вот, есть где руки помыть. Вот, ну, я не знаю, это баня раковина или кальянная. Если горячая вода, то баня, да. Да, ну, это все... Ну, я еще раз говорю, когда не послушаем. Мы же уже обсуждали это. Когда ты не можешь придумать, ну, и придраться к деятельности, да, или к истории, к биографии, к команде, то что самое простое? Ну, вот, придумать. Это еще ты мягкие вещи вычитал. Там и такие гадости, которых нету. Мне сын старший спрашивает, пап, ну, такое разве может быть? Ну, конечно, нет. Поэтому придешь, посмотришь и кальян, ну, и все, все, что как бы находится в кабинете или рядом с моим кабинетом. В общем, по всем пройдемся кабинетом в администрации. Очень поддерживаю то, что ты сам в соцсетях. Вот, современный руководитель сейчас должен именно сам. Вот тогда ты почувствуешь проблемы, чем живут жители, что им интересно. Только самому. Абсолютно правильно. Я контролировать и проверять точно. Ну, знаешь, весь день просидеть, ну, если так, с учетом того объема, что приходит через соцсети, вот, надо не проводить совещания, не делать выезды, не делать анализ и проверку в центре управления регионом, не разрабатывать и выбивать деньги по государственным, ну, естественно, и муниципальным программам. Ну, весь день проведешь в соцсетях, да, и сойдешь с ума, ну, потому что действительно много жалуются и много просят. Приятно, что за последние полгода процентов 30 сообщений, они уже с благодарностью идут, да, то есть там есть какое-то обращение, а потом просто пишут благодарят, да, и за открытость, и за решение вопроса. Но контролировать, да, вот, тренды, которые есть даже в комментариях в соцсетях, ну, фейковые и вот эту гадость я уже нечуть умею отличать от реальных проблем и жителей, которые иногда, ну, просто некуда оперативно написать, просто крик души о какой-то проблеме. На ЖКХ, на управляющую компанию, оно же все одно и то же, да, все проблемы, ну, как бы, они похожи, если не брать массовые, а массовые и сложные мы все решили уже, остались вот так вот. Тут управляющая компания плохая, и в основном это так, не успела их еще все привести к знаменателю, да, и к нашим требованиям, ну, примену обязательно. Даже не сомневаюсь. Вы слышите, управляющие компании, лучше сами исправляйтесь. Как строится твой рабочий день? Во сколько просыпаешься, во сколько ложишься спать, что ты делаешь в течение дня? Лучше о неделе рассказать. Встаю в районе 7-7.30, значит, и в районе 8-10-15 я уезжаю на работу. А приезжаю всегда, ну, не раньше 11 часов, а то и позже домой. Соответственно, понедельник, вторник, это всегда дни уделяются совещаниям, взаимодействиям с правительством, совместное видеосовещание, конференции, внутренние, да, установочные, контрольные, т.д. и т.п. А на четверг, пятница и среду я стараюсь по полдня уделять выездной администрации, вот, общению с жителями, естественно, не массовой, потому что сейчас это нельзя, да, во двор или на конкретное место, где проблема, или где, наоборот, хорошо проверить исполнение работ. Вот, ну, вот, как-то так, если о графике брать. Появилось ли у тебя уже любимое место Щелково? Ну, появились несколько мест, есть они, в том числе и усадьба Гребнева. Я все же думал, сейчас забудет сказать про усадьбу Гребнева. А когда ты в ней поешь, я уж так, да, я там не отметил, но это в особенности. Не, на самом деле, ну, очень здесь уютно, ты еще и набережную сделал, я здесь один раз в обед подышать приезжал, тебя не было, ну, так, инкогнито, в обеденное время, и нервы успокоить, и побродить. Здесь столько людей встретил, и руководителей из разных структур, то есть пользуется этой популярностью, видимо, здесь так спокойно, да, несмотря, что людей в хорошей погоде много, а выходные вообще. А про тебя я уже повторяться не буду, ты очень большой молодец, что в целом эту усадьбу приобрел, и то, что ты ходишь столько сюда инвестировать, это дорогого стоит. Ну, для нас, для Щелково, для Фрязина, для людей, кто живет рядом, это, ну, просто мега история, потому что это будет благоустроенное, как бы, пространство, и усадьба, и все, что рядом ты будешь делать, ну, для жителей это только плюс. Тем более, ты деньги за вход не берешь, это тоже, надеюсь, и не будешь брать. Никогда. Никогда, и это важно, и то, что ты делаешь, и для Щелково, и для Подмосковья, это очень важно, и побольше таких людей, вот честно. Ты входишь в команду губернатора Андрея Воробьева. Я хочу сказать, что мне очень нравится эта команда, потому что молодые, толковые, грамотные ребята, девчонки, которые, ну, извините, что я так говорю, но уж действительно молодые, которые заряжены на результат. И видно, что пашут, 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 вот пашут для того, чтобы Подмосковье становилось все краше, краше и краше. Но жители уже тут гуляют фейки, надеюсь, что фейки, что говорят, что ты вот-вот пойдешь на повышение, и мы переживаем. Мы переживаем. Вот кем ты, это правда или нет, кем ты себя видишь, например, лет через пять? Вот вообще об этом не думал, и не расскажу, кем я вижу себя через пять лет. Надеюсь, через три года я буду здесь же, в Щелково, работать и приносить результат. То, что это фейки, ну, это столько забрасывалось историей. Андрей, помнишь, я еще три месяца, вот мы с тобой только познакомились, уже говорили, что я куда-то там хочу уйти, или меня уберут, или я не справляюсь. Ну, мы понимаем, кому это важно, кому это нужно, кому это интересно, вот эту всю историю запускать. Я их поименно знаю, на самом деле. Фейков-то нет, а кто за этим стоит? Слушайте, так интересно, да, сложно, но очень интересно работать в Щелково. И когда мы, я надеюсь, будем получать от наших трудов отдачу, хотя бы визуально, да, что все радовал глаз. По благоустройству, по содержанию, по отсутствию больших затоплений в Щелково, да, решенные все ключевые вопросы с отоплениями, с котельными, их очень много. И самое главное, по каждому вопросу, благодаря губернатору, ну, теперь понимаю, как это мы решим. Где-то местными силами, где-то с участием госпрограммы, где-то, как очистные, да, президентский проект, это федеральный уровень. Но по каждой из наболевшей точки или проблеме города у нас есть решение, а многие уже решили. И зачем же, где получается, где действительно, помимо сложностей всех, ты получаешь удовольствие от того, что ты решаешь, ты, я тебе говорю, и себе говорю, мы как, ну, не скажу, одна команда, даже больше, да, и все, кто рядом с нами. И работай, как минимум, еще на 2-3 года, чтобы было просто, ну, не скажу идеально, но близко к этому во всем, как бы, округе и в каждой территории, и в отдаленной Фряново, и в бывших военных городках, и в самом Щелково, везде. Поэтому не обращай внимания, там, куда-то уходят. Если вдруг что, я тебе первому скажу, но останешься все равно в Щелково, резидентом. Переводить больше ни в какие территории бизнеса не надо. Вот, в Щелково и все для Щелково. В области реализуется программа перемен. Что такое перемены, в твоем понимании, и что сейчас конкретно делается? Ну, ты, кстати, мы говорили про, ты сам говорил про то, что очень поддерживаешь губернатора, ну, и всю команду, объяснил почему, и молодой задор такой у многих, в том числе и у меня. И лично я, ну, честно, очень уважаю, поддерживаю и горжусь отношениями. Ну, я говорю про нашего губернатора, да, про Андрея Юрьевича Воробьева. И причина это не потому, что это начальник или первое высшее должностное лицо Подмосковья, потому что так надо говорить. Ну, во-первых, я благодарен за то, что таким ребятам, как я, он дает возможность работать и развивать сложные, на самом деле, и непростые, неоднородные территории. Ну, такие, как Щелкова в том числе. А когда это получается, я очень рад, да, с многими сложностями, то, тем более, да, это подтверждение, что ставит на людей, не боится. И это очень приятно, за ним идти и быть в его команде. Перемены, то, что волнует людей, тоже проект, то, чего люди заждались, то, что нужно еще поменять. Изменений в положительную сторону в Подмосковье за период работы Андрея Юрьевича, ну, просто очень много. Дорог, строительство школ, там, все полигоны закрыты, там можно говорить и говорить. Действительно, очень много. Ну, запросы-то растут у людей, да, чем больше получаешь, тем больше и проще. И перемены, они нацелены, перемены, то, что волнует людей, и то, что нужно дать людям новое, да, вот новое. В тех же сферах в основном, и в новых сферах, да, и с акцентом и на экологию, в том числе, и на здравоохранение, во многом чего, во многих направлениях. Я так простым языком говорю, и, соответственно, у нас есть четкое тоже понимание в Щелково, как эти перемены совершать. Я в мае выступал, ты был на этом обращении, да, это, ну, это как целая программа социально-экономического развития на ближайшие годы для Щелково, с подтвержденными конкретными цифрами государственных программ, одеждающих ресурсов, с поддержкой колоссальной губернатора. Все это у нас есть. Мы знаем, какие перемены нужны людям. Это благоустройство территорий, в том числе и вокруг твоей усадьбы Гребнево, во многом, да, и подъездные пути. Это благоустройство дворов, это реконструкция инженерной инфраструктуры, это модернизация колоссальная. Это сейчас уже происходит и будет в этом году здравоохранение, это строительство школ, это строительство детских садов, спортивных объектов, фоков и много чего другого. И за 2-3 года в планах для Щелково, благодаря команде губернатора и программе перемены, да, то, что волнует людей, эти объекты все будут в Щелково построены. Даже в сложное время, которое сейчас из-за пандемии все равно действительно есть. Андрей, спасибо тебе за интервью, за то, что честно ответил на все вопросы. Спасибо за твою открытость, за близость к людям. Спасибо за поддержку бизнеса в нашем округе. Спасибо за то, что помогаешь восстанавливать усадьбу Гребнево. И хочу пожелать тебе успехов, удачи и, что не маловажно в наше время, здоровья. Тебе спасибо, что пригласил.